Особое, конечно, недоумение, но, помимо прочего, вызывает перечисление британской стороной вот к этому растущему списку претензий взлом Бундестага в 2015 году. Коллеги, я хотела бы напомнить, что мы взламывали Бундестаг лишь однажды. Ах, какая шутка, Маша! Какая шутка! Здравствуй, дорогой друг! В 1945-м. Че ты себя там взламывала, Маша? Ты в это время еще даже в проектах не была. Ну, в принципе, все верно. Как говорится, главное достижение Путина это полет Гагарина в космос и победа в Великой Отечественной войне. При освобождении Берлина от нацистской чумы. Правда, тогда он еще назывался Рейхстаг. Вот оно лицо нашей дипломатии. Смотрите, вместе с грустной лошадкой Маша Захарова ведет Путина к новым геополитическим победам. А Песков нам объясняет, че это Путин не вышел к людям в Кемерово. С толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно. Очень хорошо знаю, какой у него стиль управления страной. И то, что он не выходит к людям, у которых погибли сотни детей в торговом центре, это очередной штрих к портрету путинского правления. Говноеды из Урару посчитали, сколько мы могли заработать, рассказывая про пожар в Кемерово. Соболев заработал около 200 тысяч рублей. Это, наверное, про монетизацию. Они через Social Blade что-то прочитали. 100 тысяч рублей. Сколько я заработал? От 50 до 60 тысяч рублей. Хорошо, что в отличие от вашей говноедской редакции, люди в комментариях знают, что у Камикадзе отключена монетизация. Так что лучше посчитайте, сколько было показов рекламы по вашему сраному зомбоящику. Что-то не отключали они рекламу в перерывах между репортажами о сотнях погибших. Ах, я ж забыл, и не рассказывали про сотни погибших по ТВ. В основном Путина показывали, который говорил, что разберемся. Ну и теперь давайте посмотрим, как менялся Игорь Востриков. Тут он зовет всех на стихийный митинг. И у него 8 тысяч репостов. И это действительно муж, который потерял жену, сестру, трех детей. Сделали все фотографии с телефона, все мои фотографии, которые от ребенка остались. Вчера смотрели, а сегодня просто с ватсапа все фотки удалили. Все удалили фотографии. И у Лены все отмели, замутили, удалили. Взломали в контакт моей жены, удалили оттуда все фотографии. Оставили там штук 30. Взламывать контакт уже мертвого человека. То есть два альбома старых каких-то. То есть еще, ну, там Анечка только была. И получается, то есть я вообще не понимаю, для чего это делается. Я тебе объясню, Игорек, через какое-то время они взломают и тебя, либо запугав, либо, не знаю, купив. Ну, во-первых, по поводу того, что мы марионетки какие-то, в чьих-то руках нами манипулируют. Это очень прекрасно, это осознавать. Получается, мы вот эти все три дня занимались. Смотрите, какие правильные каналы собрались. Россия, НТВ, Известия. Абсолютно не тем. Надо было заниматься все-таки нам. Три дня занимались не тем. Да, митинг это, конечно, не то. Тебе объяснили ФСБшники, естественно. Как инициативные группы, да? Именно действиями МЧС. А нас вот эти. Майданчики. Немножко-то... Немножко-то думал, что мы нашли. Я бы тебя послал нахуй, Игорь, но у тебя так горе огромное. Я понимаю, что ты сейчас под ударом, поэтому промолчу. Многие, понимаете, в сторону, чтобы вот направить нас там на администрацию, там, не знаю, на Путина, в конце концов. Правильно поешь, Игорек, правильно поешь. Сдвинули наше внимание. Вообще не пустой. Но все равно как бы... Здесь? Вот это вот. Это... Нам больше... Много вопросов к МЧС. Бюрократия, она даже связана не только с тем, что там, да, как говорится, там, Путин в чем-то явноватый, там, не знаю, там, Обама или еще там кто-то. Правильно поправился, Игорь. Я прям не устану тебя хвалить. Что же с тобой сделали? Как тебе промыли мозги твои? Потому что, ну, вот сама структура, она, ну... Она, наверное, жива себе. И вот эта трагедия Владимира Владимировича, да, то есть, понимаете, ну, вы прекрасно знаете, да, что, ну, как, ну, назовем прямо, он у нас, ну, не президент, а царь, да, то есть, ну, полная, как бы, полная власть, как бы, хорошо. Какой же ты придурок, какой же ты кретин. Это плохо, ну, наверное, власть должна быть сильной. Наверное, отец погибших трех детей должен быть сильным. Даже не лично с ним встречались. Ему передал какой-то ФСБшник. Кому мало УРА.РУ, можете почитать про очередных говноедов уже в федеральных каналах, как они защищают Путина. Смотри, Игорек, Елена Мизулина защищает Путина гораздо лучше, чем ты. Для него и туда в спину. Это страшное потрясение. Он не случайно переехал туда. Ну, приехал, да, но в специальную палату, где лежал полностью одетый сотрудник Росгвардии. Это вот все, что нужно знать, когда в России случается трагедия, и Путин приезжает, вот он так приезжает. А ему некогда постоянно оглядываться на то, когда делают то, что он, пробивая стены, решает. Он у нас духовный воин, сильный. Учись, Игорек, лизать Путину жопу. Туда еду. Ребят, короче, это пиздец. На Южном, в сторону кладбища двигается очень много машин. Проехало три маршрутки с людьми битком на битвы. Да, мы сейчас, короче, поедем за ними. Постоянно удаляются видео про ночные поездки, всяких грузовиков, машин скорой помощи. Почему же вы ночью катаетесь, а? Не хотите показывать, сколько сотен на самом деле детей погибло? Ну, ничего, мы разберемся. Если не все обосрутся, как Игорь Востриков, жмите лайки, даже если они не отображаются. Вступайте в паблик Сатира без позитива, там еще больше актуальных новостей. Оставляйте несколько комментариев, выводим видео в тренды. Удачи!